Здравствуйте, уважаемые коллеги! Позвольте вам представить еще одну веху в изучении экспрессии эндогенных ретро-вирусов человека в нормальных тканях и в опухолях. Ранее нами была сформулирована гипотеза о положительной роли опухоли в эволюции. Мы сделали несколько предсказаний. Одно из них — то, что число онкогенов должно соответствовать числу колечных типов и что эволюционно новые гены должны экспрессироваться в опухолях. В этом же исследовании мы провели анализ экспрессии семейственного эндогенного ретро-вируса HML2, расположенных на X-хромосоме, а также эндогенного ретро-вируса HEMO, который представляет себя старейший известный на данный момент эндогенный ретро-вирус. Итак, из гипотеза положительной эволюционной роли опухолей проистекает несколько нецеливиальных предсказаний. Первый из них — что онкогены, опухолевые супрессоры и гены колечной дифференцировки должны коэволюционировать. То, что число онкогенов, как я уже ранее сказал, должно соответствовать числу колечных типов. То, что эволюционно новые гены экспрессируются преимущественно в опухолях. Для таких генов был предложен термин TIN — TUMO-Specifically Expressed Evolutionary Novel Chains. И эволюционно молодые эндогенные ретро-вирусы должны экспрессироваться также преимущественно в опухолях. Первое нецеливиальное предсказание, его подтверждение, мы подтвердили его еще в 2019 году, была опубликована статья в Nature Scientific Reports, и в прошлом году, в 2020 году, вышло подтверждающее цитирование. То есть, в этой работе группы исследователей наши данные были еще раз подтверждены. То есть, онкогены, гены опухолевых супрессоров и гены колечной дифференцировки действительно коэволюционируют. Это подтверждено вот в двух работах. Для анализа экспрессии эндогенных ретро-вирусов мы использовали базы данных, такие как HRSD — это открытая база данных, содержащая порядка 300 тысяч последовательности эндогенных ретро-вирусов человека. База G-TEX, которая содержит транскриптомные данные по 54 неопухолям, то есть здоровым тканям человека, и полученных из 1000 пациентов. И база TCG — это база, содержащая транскриптомные данные для 33 типов опухолей, и образцы собраны из 20 тысяч пациентов. Для обработки данных мы использовали программу STAR и HTCG, то есть мы мерили уровень экспрессии при помощи этих программ. Итак, на этом слайде представлен возраст вхождения в геномы организмов из эволюционной линии человека различных эндогенных ретро-вирусов. И мы сконцентрировались на семействе HML2, которое относится к более крупному семейству эндогенных ретро-вирусов K. Так как они вошли в геном человека, порядка, самый ранний из них вошли около 100 тысяч лет назад. То есть это совсем молодое семейство. И вот что мы получили. Мы проанализировали экспрессию эндогенных ретро-вирусов человека семейства HML2 в колонектальном раке и в здоровых клетках полевой кишки, и получили вот такие результаты. На графике видно, что экспрессия эндогенных ретро-вирусов HML2 в нормальных клетках полевой кишки достоверно ниже, чем в опухолевых. То есть в опухолях экспрессия достоверно выше. Это согласуется с нашим предположением. Тот же самый результат показан и для пары нормальная легкая и плоскокречный рак легкого. А то же самое подтверждено для, прошу прощения, здесь должен быть слайд с нормальным лифоцитом и лимфомой. И там тоже самое подтверждено. То есть есть статистически достоверная разница, что в опухолевых клетках экспрессия HML2 выше. А теперь ген HEMO. Это ген, который вошел в общую полетку млекопитающих, интегрировался в геном общую полетку млекопитающих порядка 100 миллионов лет назад. И видно, что в нормальных тканях экспрессия уже достаточно высокая. То есть здесь значение это FPKM, наибольшие значения в парощитовидных железах и плаценте. И вот данные по экспрессии в опухолях. Ни в одной из опухолевых клеток экспрессия этого гена не превышает значение F5 FPKM. И, что интересно, наибольшие значения уровня экспрессии характерны только для плоскокреченного рака. В то время как в других типах рака значения не превышают порогово, то есть их можно считать фоновыми. И напоминаю, что ген HEMO — это наиболее древний из известных эндогенных ретровирусов человека, который интегрировался в геном общего порядка млекопитающих 100 миллионов лет назад. Итак, мы показали, что эволюционно молодые эндогенные ретровирусы имеют 2HML2, экспрессируются действительно преимущественно в опухолях. А эволюционно старый ген HEMO имеет экспрессию в большую в нормальных тканях. Данные по гену HEMO еще подлежат статистической обработке, они совсем свежие. Также планируется еще посмотреть по ряду опухолей данных, но тем не менее они выглядят весьма обнадеживающе и значимо. Спасибо за внимание.